И все, что движется на земле, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, и ваши руки отданы они. Все движущее, что живет, будет вам пищу, как земель родную даю вам все, только плоти с душой ее и кровью ее не ешьте. И вот каждый из стихов будет нашим заглавным пунктом определенной мысли. Во-первых, мы посмотрим, что Бог благословил мой. И это то, зачем мы пришли сегодня. Чтобы быть благословенными людьми, успешными людьми, послушными или благодарными людьми. Мы не хотим быть людьми, жалующимися или людьми, которые недовольны. Люди благословенные, они довольны. А потому, давайте откроем несколько отрывков. Мы видим в 9 главе книги Ботием, это новое начало. Теперь поток прошел, люди вышли из Ковчега, и с выходами из Ковчега перед ними проистирается вся земля. И вот это вся земля у них во владении. А мы посмотрим чуть ниже на сходство между Адамом и Ноем. Так много похожего в их жизнях было. Но вначале посмотрим, что это за благословенный человек. Посмотрите, 112-й Псалом, первый стих. А в Росской Библии, наверное, 111-й. Первый стих на благословенного человека. 112-1. Хвалите Господа, благословен человек, который боится Господа, который сильно наслаждается заповедями Его. Вот, что Псалом Акреевский хочет сказать. У Бога не остается бессильным никакое слово. Потому благословенный человек или праведный человек, он наслаждается этими словами. Он знает, что они придут в исполнение обязательно. Он не пропускает их мимо ушей. Он не забывает о них. Он знает, что они в точности исполнятся. Чуть дальше, 128-й Псалом. Посмотрите на результат послушания. Результат послушания приводит к Божьему страху. 4-й стих, 128-го Псалма. А вот, чтобы так благословился человек, который боится Господа. Благословит тебя Господь Исиона. И будешь видеть добро Иерусалима во всей жизни твоей. И увидишь детей, твоих детей. И мир над Израилем. Вот это благословение. А Бог говорит об этом благословении. Можно было бы весь целом читать. Благословен каждый, кто боится Господа. Кто ходит путями Его. И вот ты будешь есть от труда рук твоих. Счастлив будешь ты. И будет тебе хорошо. Это каждого желания. Неважно, ходит он в церковь или не ходит. Но спроси у людей на улице. Хотите вы, чтобы вам было хорошо? Никто не скажет нет. Все скажут да. Переверите, пожалуйста, в Исайе 51 главу. 51 глава Исайе. И посмотрите на результат благословения Божьего. Вот почему расставаясь, люди говорят, да благословит тебя Господь. Или благословение тебе на день рождения, на какие-то мероприятия. Мы желаем Богу Божьих благословений людям. 51 глава 2 стих. Посмотрите на Браама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо Я призвал его одного и благословил его, и размножил его. Божье благословение дает нам успех или умножение. Каждый раз, думая о Божьем благословении, мы думаем, что увеличивается, ну, будь то наше имущество, будь то наши какие-то владения, это говорит о Божьем благословении. Когда мы говорим о том, чтобы быть благословенными, мы видим благословение, верните снова в 9 главу книги «Бытие». Посмотрите, благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Тогда, когда Бог благословляет Ноя, он ему повторяет то же, что сказал когда-то Адаму. Посмотрите, в 1 главу 28 стих книги «Бытие». «И благословил им Бог, и сказал им, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». То, что Бог однажды сказал Адаму, теперь Бог повторяет Ною. Я хотел бы проследить с вами несколько сходств между Адамом и Ноем. Читая книгу «Бытие», посмотрите, как перед Адамом распростилось все пространство земли, Так, теперь мы перед Ноем видим, все пространство земли принадлежит ему. Не было другого человека. Мы знаем, что все люди были погублены в потопе. Только 8 человек, это семья Ноя, были сохранены. Мы видим, что у обоих было Божье поручение. Владейтесь, и размножайтесь, и наполняйте землю. Не написано, чтобы сохранять себя на одном месте, как они в 11 главе будут делать, забегая наперед. Но наполняйте землю. Бог сказал, распространяйтесь по земле, заселяйте ее, владычествуйте над этими животными, чтобы они не размножились и не погубили вас. Вы должны их отлавливать, вы должны их отстреливать, вы должны владеть землей, чтобы она могла быть вам благословением. Как Адам, так и Ной были расами, которые населяют землю и контролируют ее. А посмотрите на другое искусство. Как у Адама, так и у Ноя трое сыновей. Причем, когда мы смотрим на этих сыновей, как в одном случае, так и в другом случае, мы находим у Адама Авеля, который пал жертвой Каина и в Ноевой семье Сифа, который также является отправной точкой для израильского народа. Или из него происходит Авраам и далее, и далее, и далее. Мы не находим это от Иоффета, не находим это от другого сына Ноя. Оба этих сына говорят нам о пришествии Христа, о том, что Бог спланировал еще до создания человека. И в обоих этих сынах мы находим противника Христа, то есть антихриста, как Ханаан, который проклят в семье Ноя, так и Каин в семье Адама. Когда мы находим Адама после согрешения, мы видим, что Адам пытается скрыть свою наготу. То же самое мы находим в случае с Ноем. Но Ноя выйдет из ковчега, не знает о том, что теперь новые законы вступили в силу, что теперь оставив виноград на воздухе, он уже не сохраняет своих свойств, и он превращается в вино. И мы находим Ноя на гиб. Как Адам, так и Ной берут вот этот запретный плод. Хотя для Адама плод был виноград, и для Ноя это запрет на то, чтобы вкушать кровь. Но вместе с тем, вот эти 11 пунктов, мы видим столько много общего у этих двух людей, как у тех, которые были властителями или властелинами над этой землей. Когда мы смотрим на число 8, в случае с Ноем, мы находим, что их 8 человек было в ковчеге. И в сегодняшний день есть очень много дебатов по отношению к тому, что наука не хочет признать всемирный поток. Но вместе с тем, есть реальные доказательства того, что существует ковчег, и что он там по-прежнему на горе Аронаты. Многие поднимаются туда для того, чтобы видеть, что это такое. Кто-то думал, что это фюзеляц какого-то самолета, но такого большого самолета никто никогда не создавал. И они вынуждены смириться с тем, что Бог сказал Ною построить ковчег. Именно таких размеров он его построил, как он описан в Библии. И это еще одно доказательство от достоверности Библии, что Библия говорит правду, не преукрашивая, не преувеличивая. Когда мы видим новое начало на планете, это число 8. Каждый понедельник это новая неделя. Не с воскресенья начинается неделя, а с понедельника начинается неделя. А потому тогда, когда мы смотрим в Библию, мы видим, что с этим новым началом находим новое поручение. И с этим новым поручением Бог связывает свою милость и благодать, которая дается человеку. Новый шанс построить этот мир для того, чтобы прославлять Господа. Эти новые условия, которые существуют в этом мире, они внушают теперь страх на всех животных. Животные не имеют в себе авторитета, чтобы нападать на людей, потому как человеку дается это право владеть людьми. Посмотрите на 2 стих 9 главы «Бытие» снова. «Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они». И в сегодняшний день есть множество, множество людей, которые говорят, вот нельзя убить природу, вот нельзя убивать животных, нельзя вот так относиться или иных относиться. А что мы возьмем в авторитет для своей жизни? То, что сказал Бог, или то, что говорят люди? Я знаю, что благодаря тому, что говорят люди, многих заели волки, или еще какие-то там животные размножились, потому что они боятся умерщвлять их, или ставить капканы на них, или делать какие-то меры для того, чтобы контролировать их размножение. Бог сказал, они должны страшиться, вы должны быть их владителями. Посмотрите далее на третий стих. Почему они должны страшиться? Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень кровною даю вам все. Если Адаму было дано только кровная зелень в пищу, находим, что ною дается владение всем, что обитает по земле. Иройте, пожалуйста, в третью главу, семнадцатый стих книги Бытие. Посмотрите на поручение, которое было дано Адаму. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. А если бы Бог не был милующим человеком, милующим Богом, или желающим благословения для людей, Бог мог бы поставить здесь точку и не продолжать объяснение своих правил. Но мы видим, что Бог по своей милости дает им новое начало. И с новым началом связаны новые принципы для жизни. Когда мы осмотрим на гроб, которая обитает в каждом из животных. Посмотрите на четвертый стих. Только плодит, с душой ее и с кровью ее не ешьте. Я думаю, что вы говорили с какими-то, может быть, адвентистами, или эгоистами, или еще какими-то истами, которые думал, что с момента смерти человека все он исчез из существования и никак не может быть воскрешен, и никак не может быть предсудом, и никак не может быть там ада и всего остального. А что может в реальности существовать, и о чем говорит там Библия. Посмотрите на четвертую главу книги БТМ, и посмотрим, что же делает кровь Абеля. Она не просто застывший с густок в мертвом теле Абеля. Я не знаю, как они читают Писание, но вот что она писала в моей Библии. Посмотрите на 10-й и 11-й стих, 4-й главы Батия. И сказал он, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли, и ныне проклята ты от земли, которая отверзла устасу и принять кровь брата твоего от руки твоей. То есть эта кровь, она не молчит, она вопьет от земли, и Бог слышит ее голос. Многие люди говорят, что вот человек умер, он сделался ничем, потому его закапывают в землю, как равносильное ничему. Но там есть кровь, и эта кровь способна о чем-то говорить. И в один день мы увидим, что благодаря этой структуре крови, мы, или наши тела будут возобновлены обновлены, обновлены тела, а не длинные тела, о которых мы сможем узнавать, и которые могут общаться, и далее о том, о чем мы читаем в книге Евангелия от Луки, помните, вы в случае с Богачом и Лазарем, когда они друг друга увидели через Великую Пробость, и Богач по-прежнему хотел командовать нищим, но больше такой возможности не было. И из-за того, что нет такой возможности, люди превращают это в настоящий пример Иисуса, в котором употреблены конкретные имена людей, а в притче всего лишь, пытаясь заглушить голос совести или здравый рассудок, о котором говорит Библия. Помните другой пример? Для того, чтобы покрыть грех Адама и Евы, Богу нужно заколоть ангза и сделать им одежду из шкур, не ту, которую они выбрали себе из листьев, для того, чтобы скрыть свою наготу. Более того, дальше мы смотрим в девятую главу, и посмотрите с четвертого по шестой стихи. Бог запрещает употребление крови в еду, с едой песни. Четвертого по шестой стихи девятой главы Бытие. «Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу за вашу кровь, жизнь вашу, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от брата, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Ибо человек создан по образу Божьему». Мы здесь видим ответственность за пролитие крови, а что Бог строго взыскивает, будь то от животного, будь то от человека, и за употребление крови, или за пролитие крови. Кровь, она не просто материальная субстанция какая-то, она в себе имеет Божье подобие, образ Божий. А потому Бог говорит о том, чтобы не употреблять кровь в пищу. Следующее повеление, которое мы находим в отношении крови, это не только одежда для Адама и Евы, не только в крови существует голос, который вопьет к Богу от земли, не только запрещение есть кровь. Посмотрите на следующее поручение, когда Бог ненавидит убийство невинных людей, и из-за этого Он спрашивает, мы перевернем в 37 главу книги Батие, и посмотрим на убийство, которое спланировали братья Иосифа, и что они сказали отцу, помните в эту большую историю. Мы прочитаем всего с 22 по 26 стихи, из 37 главы Батие. С 22 по 26 стихи. И сказал им Руим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на его. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галара караван, из Байльтян, и верблюды их несут с Тераксу, Бальзам и Ладан, и идут они отвезти это в Египет. И посмотрите, большинство стихи сказал, ну, братьям своим, что больше, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Они знают, что кровь нельзя скрыть, и кровь имеет в себе силу вопиять от земли, а потому они решаются продать его и заработать на этом. Но сколько бы они ни заработали, постоянный голос совести их преследует, и тогда, когда приходит голод, и когда им приходится прийти в Египет, чтобы купить хлеба, они видят, что то преступление, которое они сделали в юности, оно следует за ними, как призрак, и они не могут чувствовать себя спокойными. И они говорят, помните тот грех, это, наверное, из-за этого мы теперь наказываемся. Следующее предупреждение в отношении крови в 42 главе 22 стих. Посмотрите ответственность из-за пролития крови. 42 глава Абатием, стих 22. Рубин отвечал им и сказал, не говорил я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Теперь-то они понимают, что не нужно было так поступать со своим братом. Какие бы сны ему не снились, сколько бы зависти не копилось в них, и сколько гордости бы не было, нужно было оставить его в покое. Но они этого не сделали. Мы посмотрим с вами еще на несколько отрывков, связанных с чудесами, которыми Бог действует для того, чтобы показать важность или нужность крови. Во-первых, мы посмотрим книгу Исход, 7 главу. Помните вы, самая первая проказа или язва, которую Бог посылает на Египет. Она состояла в том, что вода превратилась в кровь. Как бы вам хотелось сегодня есть много фильтров разных, много приспособлений, чтобы очистить воду. А в Египте, они вместо того, чтобы пить, скажем, прозрачную воду, должны были пить красную воду. Я не знаю, что это вызывало, но знаю, что это очень резкая перемена. Наверное, что не вызывало ни в ком утоления жажды. Посмотрите, а в 7 главе, стих 20-21. «И сделал Моисей и Арон, как поверял Господь, и поднял Арон жест, и ударил по воде речной перед глазами фараона, и перед глазами рабов, и вот, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмернела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». Читайте строки, если вы представляете себе, что же произошло. В один день вся рыба вымерла, от воды очень плохой запах, нельзя пить такую воду, она не приносит утоления жажды. Мы видим, что Бог таким образом смирял сердце фараона, для того, чтобы он, в конце концов, отпустил народ израильский. Позже, в книге чисел, мы найдем чудеса, связанные со смирением Израиля, как 10 вот этих язв были явлены в отношении к египтянам. Позже, они будут сделаны для израильтян, для того, чтобы выгнать Египет из их сердца, чтобы они не хотели вернуться обратно, и не стремились туда, при виде какой-либо трудности или препятствия. Посмотрите на другое чудо в 4 книге Царс, в 3 главе, 4 книга Царс, 3 глава, стихи 22 и 23. Мы здесь снова видим, что вода кажется кровью, и из-за того, что вода кажется кровью, манитяне бегут и оставляют свое имущество, и давайте прочитаем этот пример. 4 книга Царс, 3 глава, стихи 22 и 23. По утру стали они рано, и когда солнце восстало над водой манитяне, издали, показалось, что вода красная, как кровь, и сказали они, это кровь, сразились цари между собою, и истребили друг друга, теперь на добычу манитяне, видите, им всего лишь показалось, что вода стала кровью, и из-за этого они решили наступать, и этим не кончаются чудеса, Бог силен сделать так, чтобы в наших глазах, или в чьих-то глазах, что-то почудилось, или показалось, но это нереальные события, и из-за этого мы можем потерпеть поражение. Посмотрите в книгу «Деяния апостолов», 2 главу 20 стих. Мы здесь видим снова в проповеди апостола Петра, наполненного Духом Святым, слова, которые Он говорит из книги Иоиля, 2 глава 20 стих. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели придет тот день Господень великий и знаменательный». Посмотрите, «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь». Мы, когда на Волуне, видим, когда луна встает, она такая красная, налитая таким бордовым аж цветом. И для нас это делает доступным, что она сильна, приобретает цвет крови. А потому, если вы не наблюдали, понаблюдайте, когда выходит новая луна, заметите, что она красная. Другой трех из Откровения, 6-й главе 12-й стих. Посмотрите, в 6-й главе Откровения, 12-й стих. «И взглянул Луна», «Я», и когда он открыл шестую печаль, и вот было великое знамение, и Солнце стало черным, как мешковина из волоса, и Луна стала как кровь». То есть, мы снова видим, что Луна перестанет существовать и влиять на Землю, так как она влияет сегодня. Мы знаем, что благодаря Луне происходят приливы и отливы, и многие люди считают еще что-то по Луне и рассчитывают, смотря на Луну, но не всегда так будет. И придет время, когда это не будет иметь значения. Приведите в Евангелии от Марка. В 5-й главе мы находим пример женщины, страдающей кровотечением. И это снова картина того, что Господь силен вылечить различную болезнь. Не сможет ее употреблять в пищу и не сможет существовать без нее. Поэтому краткое такое описание того, что мы находим от крови. Я знаю, что есть много других отрывков, но время наше убежало, потому мы помолимся Господу, чтобы Он помог нам быть теми благословенными людьми, теми, которых Он поставил для того, чтобы благословенствовать этой землей. И чтобы то, что Он отдал нам в пищу, мы употребляли в пищу, не слушаясь тех людей, которые говорят, что что бы они ни говорили, неважно. Мы помолимся, чтобы попросить у Господа силы для этого. Дорогой наш Бог, мы славим тебя за то, что ты мудрости своей написал нам слово свое. Редактор субтитров Редактор субтитров